В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня. Птичку жалко. До начала сезона охоты – неделя. Как подойти к нему во всеоружие, разъясняет Росгвардия. Шкафы по стрит-арту. Молодые художники Рязани выходят на улицы. Столкновение с бездной откладывается. Но день опасного сближения все же за 23 марта в России и закреплен. 2 апреля стартует сезон охоты. Первая в списке – болотно-луговая дичь. Легитимно стрелять только по ней. Бьют обычно малыми калибрами. Впрочем, правила хранения стволов и патронов для всех одни. Все-таки оружие боевое. Как заядлым охотникам не нарваться на штраф, расскажем далее. Для вальшин и ПФУ так наступают темные времена. Со 2 апреля они законной цели для любителей пострелять. В южных районах стартует сезон охоты. Сейчас охотники уже, что называется, на низком старте. В ожидании заветной путевки проверяют оружие и амуницию. Еще бы. В списке этой самой болотно-луговой дичи десятки наименований. Так что охотникам будет где разгуляться. Тут, правда, есть одно но. Пока они будут выслеживать птицу, за ними тоже будут внимательно наблюдать. Сотрудники силовых ведомств. Сразу два ведомства. Росгвардия и Минприроды будут совместно инспектировать выполнение закона. Первое правило, которое нужно помнить охотнику, это охотиться на животного с применением оружия не ближе 200 метров к населенному пункту. Второе, соответственно, правило нужно соблюдать. Это не стрелять по птицам, сидящих на восковольтных проводах. Ну и, соответственно, нужно соблюдать правила транспортирования оружия и патронов. Итак, патроны и оружие перевозить можно только отдельно. В противном случае охотник принудительно пополнит федеральную казну минимум на тысячу рублей. Появление пьяным в охотничьих угодьях – пять тысяч и конфискация оружия. Тут мы еще должны помнить про четвертую часть, когда транспортирование принадлежащего вам оружия повлекло его утрату. Данное административное правонарушение предусматривает административное наказание в виде конфискации оружия либо без такового административного штрафа от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. А также лишение права приобретать лицензию от одного года до трех лет. Что еще из нюансов? Например, запрещено стрелять по взлетающим птицам ниже двух с половиной метров при охоте в зарослях. Световые устройства для добычи пернатых использовать тоже нельзя. А пристреливать и проверять оружие на специальных стрельбищах и в охоту годьях можно только с документами на него. Да и бить можно только ту птицу, которая есть в путевке. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Улица Рязани снова украсит разрисованные под образцы изобразительного искусства распределительно-коммуникационные шкафы. Новое молодежное направление стрит-арт выходит из тени. И у жителей города отношения к уличным художникам все теплее. Проект «Окна Рязани. Как это было, рязанских молодых художников и администрации города» будет продолжен в этом году. Уже в начале апреля молодые живописцы вновь выйдут на улицы города, чтобы расписать телекоммуникационные шкафы. В прошлом году их было восемь. В этом будет больше. Сейчас расписано восемь шкафов. Два с прошлого года перенеслись на этот. Уже пять еще одобрили. Будут они тоже в центральных местах в городе. Тема мы продолжаем с рязанскими наличниками и рязанскими пейзажами. Единственный шкаф. Решили немножечко отойти от именно этой концепции. Там будет вид изнутри, из дома Есенина в Константиново. Вот с видом на циркушку. Поскольку это шкафы только на первый квартал, я думаю, что и летом вся эта штука продолжится. Стрит-арт все более популярен среди рязанской молодежи. Поскольку этот вид уличного искусства, можно сказать, собирательный. Здесь и настенные рисунки, и стикеры, и уличные инсталляции. Мы общались, да, с Горьковской библиотекой, но я думаю, на самом деле, что найдутся и другие площадки. Различные бюджетные и небюджетные учреждения стараются найти пути по тому, как вот креативная индустрия, креативный класс, можно если так назвать, именно в хорошем понимании этого слова, пытаются как-то продвинуть. Креативные люди, которые могут что-то создавать, их действительно можно направить в правильное русло. О том, в правильном ли русле сейчас творческая молодежь, о плеяде новых молодых художников, о самых интересных творческих проектах и не только, вы узнаете в программе «Городские встречи», которая выйдет в ближайшее время. 23 марта – необычная дата. Астрономы называют ее днем опасного сближения. Событию уже 33 года. Официально закреплено оно было в 89-м, когда планета едва не столкнулась с 300-метровым астероидом. Эксперты говорят, что если бы столкновение произошло, то можно было бы сравнить это со взрывом 600-мегатонной атомной бомбы. Валерий Седов выяснил, грозит ли что нашей планете сегодня. Среди всех космических тел меньшую из опасностей представляют метеориты, говорят специалисты. Для астрономов они всего лишь маленькие объекты, которые рассыпаются и сгорают еще в атмосфере. Кстати, это одна из версий образования серебристых или перламутровых облаков. Все это так называемая метеоритная пыль. А вот астероиды – это уже другой вопрос. Небесное тело диаметром в среднем километр. Его трудно увидеть через телескоп. Такие объекты отражают мало света и летят очень быстро. Поэтому опасности есть. Пусть даже пока чисто гипотетическая. Вблизи Земли, если вектор скорости направлен под каким-то там произвольным углом, то это складывается скоростью, мы видим быстрое движение. За исключением тех, которые гонятся за Землей, тогда минусуем 30 км в секунду саму скорость Земли. Поэтому мы видим медленно движущие из каких-то объектов. То есть с Земли может казаться, что такой астероид просто стоит на месте. Смотреть на него можно долго, пока не станет слишком поздно. Впрочем, паниковать не нужно, говорит Александр Ефимов. За последние сто лет только на территории России упало всего три метеорита – Сихотай-Алинский, Тунгусский и Челябинский. Притом падают все преимущественно в Сибири и на Северном Урале. Ну вот сейчас поставлена задача создать специальную службу для вылавливания вот этих самых опасных тел астероидного типа. Обломков астероидов или комет, неважно. Заключается в том, что разносятся вот телескопы, они по точкам Лаграна на орбите Земли, удаленные, значит, с опережением и отставанием от Земли примерно там на 60 градусов. И с противоположной стороны от Земли такую штуку. Система будет работать автоматически и улавливать все угрозы для планеты. Будь то комета, астероид, а может и какой неопознанный летающий объект. Но мы к этому будем готовы. А есть ли опасности в космосе сейчас? Ответ простой. Сегодня реально крупных нет. В ближайшие 400-500 лет такое возможно. А в ближайшие, допустим, 50 миллионов лет это очень вероятно. Причина такого страшного будущего в том, что Солнечная система сегодня над плоскостью галактики. Когда мы попадем в саму плоскость, то столкнемся с большим числом космических объектов и пыли. Но произойдет это минимум через 50 миллионов лет. Так что переживать не стоит. Лучше пока подумать о делах вполне земных. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Пандемия. Санкции. Сложная экономическая ситуация в мире. Стрессов у нас сегодня предостаточно. Поднять настроение себе и близким можно старым добрым способом. Поесть сладкого. А чтобы не набрать лишних килограммов, выбирать сладости стоит с умом. Как нельзя лучше подходит мармелад. А если он еще красивый, выполненный в разных формах и цветах, то радость обеспечена и детям, и взрослым. Магазин Шокостор – настоящий уголок сладкой радости. Там вы забудете обо всем. Полки с баночками мармелада, зефира и маршмеллоу. У любого сладкоежки вроде меня глаза загорятся при таком разнообразии. Любителей подобного лакомства сегодня немало в окружении любого из нас. На 23 февраля мы удивились, сколько дарили мужчинам тоже вкусняшки. Хотя мы думали, что это только женщины и дети, но к нам и мужчины часто приходят тоже за вкусненьким. Этот мармелад не купить в обычном супермаркете. Яркие, красочные, красивые и забавные. Они еще и разные на вкус. Есть кислые, фруктовые, даже острые и лакричные на любителя. В любом случае, консультанты магазина – настоящие феи драже – могут собрать для вас уникальный бокс ассорти. А подарить его или съесть самим – решать только вам. Я обожаю обезьянок, которые с кокосоманго. Обожаю морковки. У нас есть еще немножко такой маньячный мармелад. Это вот пальцы, мозги, зубы. Еще раньше были глаза. Я его тоже люблю, он тоже вкусный. Ничего не подумайте. Фруктовый. Я даже лакричную немножко люблю. Мне все нравится на самом деле. Я вот думала, что я однажды наемся, и мне это надоест. Но вот до сих пор не надоедает. Действительно, мармелад – такая сладость, которая вряд ли может надоесть. Потому что его относят к довольно легким, можно сказать, диетическим десертам. А в случае с ассортиментом «Шок и Стор» еще и очень разнообразен по вкусам и консистенции. Пробовать – не перепробовать. Знаете, мне кажется, вот сладкоежки, они любят все. Кто-то больше шоколада, кто-то мармелад. Но мне кажется, мармелад – это такая универсальная сладость. И тоже, на самом деле, даже когда съешь пару мармеладинок, это уже поднимает настроение. И не обязательно, чтобы насытиться, скушать много. Они действительно не являются очень калорийными, потому что у них нет жира, как, например, в шоколаде. Для тех, кто предпочитает шоколад, здесь тоже очень приятный выбор узнаваемых и любимых всеми вкусов. Белый шоколад с кокосом, молочный с фундуком и арахисом, сладкие пасты – настоящая мечта детства. Найти секретный магазин сладостей довольно легко. С улицы Дзержинского поворачиваете на высоковольтную и идете буквально 100 метров в сторону медуниверситета. А дальше сворачиваете во двор трехэтажки, и там волшебная дверь. Выставка «Русская Трое» в библиотеке Горького – юбилейная, посвящена истории Старой Рязани. Кстати, не только трагическим событиям, связанным с историей города. В этом году 785 лет со времен осады Рязани войсками Батыя. Но и с началом изучения этой истории. 200 лет назад стартовала археологическая экспедиция в городище. Городище Старая Рязань – уникальный археологический памятник. Исследования первой столицы Рязанского княжества продолжаются уже 200 лет – с 1822 года, когда на городище случайно нашли первый клад рязанских барм. За время раскопок Старой Рязанского городища в 19-20 веках ученые получили общее представление об истории, облике города, его социально-экономическом и культурном развитии, бытии и жизни, жителей, этапах и особенностях оборонительных сооружений городища в разные периоды. Подобные выставки для рязанцев, они дважды нужны. К сожалению, мы часто определенным образом похожи на сапожников без сапог, которые вроде как живут в Рязани, но про саму историю Рязани мы знаем. Часто гораздо меньше, чем про историю какого-либо интересного бренда одежды. И подобная современная выставка с дополненной реальностью, с прекрасным музыкальным сопровождением будет интересна. Будет интересна для той целевой аудитории, которая еще пока вообще ничего не знает про то, что это было, как это было. В эту экспозицию включены редкие и ценные источники из фонда Рязанской областной библиотеки имени Горького. Они отражают историю Старой Рязани, в их числе книжный памятник, Клайдович, письма к Малиновскому об археологических исследованиях в Рязанской губернии с рисунками, найденных там в 1822 году древностей. На выставке представлены художественные реплики ювелирных украшений на основе кладов Старой Рязани, копии предметов быта и средневекового вооружения от клубов исторической реконструкции. Очень интересно и важно изучать историю нашей Земли, потому что тот, кто не знает историю, будет ее переживать снова и снова. История любого куска нашей планеты Земли, она вся чудесная, интересная. Но мы живем здесь, нам это ближе, и поэтому нам и интереснее это изучать, когда мы это начинаем делать. Но об этом почти никто не знает, потому что из тех, с кем я до этого общался, с программистами и так далее, когда мы начали изучать артефакты, когда начали все это моделировать, теперь все больше и больше детям интересуются. Посетители выставки «Русское трое» могут познакомиться с историей исследования старой Рязанского городища с помощью аудиогида, который будет доступен на платформе easy.travel. Выставочный проект будет работать с 23 марта по 31 декабря этого года. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова